Год сложный, но интересный, говорит директор Удачницкого ГОКа Александр Махрачев. Несмотря на трудности, связанные со строительством подземного рудника Удачный, специалисты комбината справились с поставленными задачами. Если говорить в целом по работе Удачницкого комбината, Удачницкий комбинат в целом выполнит все свои показатели, которые он на себя взял. Самое основное – это объемы добычи алмазов и товарной продукции. Мы эти показатели выполняем, выполняем показатели по извлечению, но все остальные. Показатели добычи в карьере Зорница могли бы быть выше. Отсутствие моста через реку Далдым не позволяет во время паводка вывозить руду с месторождением. Напомним, в этом году принято решение доставлять людей и все необходимое к месторождению с помощью временного подвесного моста. Но и здесь оказалось не все так просто. Мы теряем ежегодно месяц, по-любому мы теряем на то, что на период паводка. В этом году пытались работать, но там много дополнительных проблем приносит. То есть это и по переправке людей, и по доставке питания. Взрывные работы не производятся. Приходится у нас и взрывные работы не производить. Ну то есть подготовку объемов параллельно не производится. На обогатительной фабрике номер 12 у Дачинского ГОКа сданы в эксплуатацию тяжелосредная установка и мельница мокрого самоизмельчения. Продолжается строительство временного технологического круглогодичного проезда к Верхнемунскому месторождению. Напомним, его строительство началось 1 ноября 2015 года. В данный период времени специалисты СИБАДИ, это институт города Омск, занимаются проведением анализов. Они обещают выдать результаты. На основании их, учитывая физико-механические свойства отобранных пород, будет принято решение по формированию фракционному составу и качественному составу дорожной одежды, которая будет применяться при отсыпке годичной дороги к месторождению. Одним из ключевых моментов года – введение в строй уникального завода по изготовлению эмульсионных взрывчатых веществ для открытых горных работ и подземных. Аналогов ему в нашей стране пока нет. Этот завод спроектирован впервые и на данный момент является единственным в России такой завод, где происходит приготовление незащищенной эмульсии. Это для открытых горных работ. И дополнительно производится еще предохранительная эмульсия для подземных рудников. Уникальность в том, что этот завод состоит из 10 модулей, но все они соединены, что является плюсом для зимних условий. К тому же на одном заводе делается три вида эмульсионных веществ. Это для открытых и подземных выработок. В автобазе технологического транспорта номер 3 продолжаются испытания большегрузной техники. В настоящее время технологические трассы на объектах Удачинского ГОКа штурмуют грузовики трех концернов – Скания, Тонар и Вольво. Предварительное совещание мы провели. И окончательно, я думаю, что в ближайшее время тоже будет принято решение о выборе машины, вернее автопоезда, которая будет ходить непосредственно до Верхнемунского родного поля. Максимально выгодно с наименьшими издержками. В течение года в комбинате велась работа по снижению затрат. Алроса заключила договор с консалтинговой компанией «Делоид». Руководство компании «Алроса» хотело бы иметь более точный прогноз по общепроизводственным расходам, а также по требованиям к различного рода инфраструктуре, то есть к энергетической инфраструктуре, к ремонтной инфраструктуре, к логистической инфраструктуре, чтобы подготовиться к реализации планов к 2019 и 2020 году. Вот этой работой мы, в принципе, и занимаемся. Что касается социальной сферы, Удачинский ГОК совместно с администрацией города ведет активную работу по подготовке к юбилейным мероприятиям, которые пройдут в 2017 году.